Я, кстати, возвращаясь к первой части, к темам отца, я помню, что он вас тоже таскал на гастроли. Мне технически непонятно, вы же учили в школе или это было во время каникул? Нет, во-первых, первое, когда мы приехали с мамой, мы поехали к папе на съемки в Махачкалу. Это ваш дебют как раз на экране. Это мой дебют, да, Панкратов Черный, режиссер. Ваш первый режиссер, да. Мой первый режиссер. Он говорит, я твой первый режиссер. Я говорю, да, да, да. Это было замечательное время. Самое, что интересно, вчера мне подарили книгу, в которой вышел мой рассказ. Я страшно этим горжусь. История про то, что через почти 40 лет я оказался в Махачкале на гастролях. Прошел моноспектакль, все. Я говорю, вы знаете, 40 лет назад я вот здесь снимался в кино, я вам расскажу, сейчас вот там такое здание, там такого цвета. Он говорит, да. Я говорю, отвезите меня туда, пожалуйста. Я оказался в этом месте. Полный измывания, да? Да, абсолютно. Видимо, это было настолько ярким впечатлением кинопроцесса, вот этого, этой жизни киношной, что это навсегда во мне осталось. И я помню очень хорошо, что мне заплатили гонорар, и я попросил купить мне краски. И выкрасил весь бордюр возле гостиницы, да. Вызвали милицию, значит, это отца отчитали, а там уже был какой месяц съемок, и уже люди, которые... Это с начала кино приехало. Через месяц этих людей начинают ненавидеть. Потому что кино, они же стирают костюмы в ванных, там везде, реквизит таскают. И гостиничные люди, они просто... Будьте вы прокляты. А тут еще этот разрисовал, понимаешь, бордюр. Меня заставили отмывать это все. Я написал рассказ про первую критику и первый запрет. И когда через 40 лет я оказался на этом месте, стоит эта гостиница, которая такая уже увядающая. Я закончил рассказ так. Я подумал, как бы круто сейчас мой рисунок подошел бы здесь. Сколько бы он стоил. Это было таким вот ярким, прекрасным.